Шейх Абдуррахман Саади Баракалуфикум говорит по поводу этих слов. Из этого прекрасного аята следует, что все вещи и продукты питания считаются дозволенными. И в этом опровержение кому? И кому? Вот этой вот аферистической организации, которая называет себя стандарт халяль. Пока не будет доказано обратное. Поэтому говорят, если они хотят узаконить свою деятельность, то им нужно сделать другую печать. Печать какую? Не халяль, а печать харам. И ставить Баракалуфикум печать на то, что является запретным. А все, в чем нет у них печати, будет дозволен. А они же наоборот сделали все запретное, кроме того, на чем стоит их печать. Да и бережет Всевышний Аллах под он. Мы говорили, что вот эти религиозные аферы, братья, они самые страшные аферы. Религиозные аферы это самые, братья, страшные аферы. Многие люди Баракалуфикум, потому что религия это же, братья, игра на чувствах людей, правильно или нет? Сколько священнослужителей в разных религиях зарабатывают, просто-напросто пожирают имущество людей без права. Пожирают имущество людей без права на саллах, аляф, аляфе. И это не только у других конфессий религии. Это также у нас, у мусульман тоже, к сожалению, довольно распространенное явление. Когда так называемые мусульманские жрецы, священнослужители пожирают имущество людей просто так. Самый простой пример. Приходят во всех мечетях, в большей части мечети стран СНГ, сидит мула за столом в своем кабинете. Приходит человек с улицы, говорит, почитай Коран за моего умершего и так далее. И потом тот, читая Коран, так делает, он ему за это деньги дает. Ничего такого в исламе нет. О, люди, нету такого в исламе, чтобы ты платил кому-то деньги, чтобы он почитал Коран, и чтобы он сделал дуа за твоего умершего. Нету такого в исламе. Это не из ислама. И не верьте, кто вам говорит, что это из ислама. Просто эти люди пожирают ваше имущество без права. Просто эти люди пожирают ваше имущество без права. И мы говорили, это было еще во времена арабов Курашитов, которым был постом Прокселса. Помните, как они поступали? Люди приезжали из арабского полуострова совершать хач или умру. И они говорили людям, вы не имеете права делать талаф. Не имеете права делать талаф, если на вас одежда не купленная в Мекке. И потом ту одежду, допустим, которая в Таифе стоит 1 диргам. 1 диргам. Они в Мекке эту же одежду продавали за 50 диргам. Видели как? И поэтому приезжали некоторые арабы и говорили, у меня нет денег купить такую одежду. Они говорили, делай тогда талаф, что голым. И вот эти люди, Баракулуфикум, вот так вот прикрывали женщины свои срамные места. Мужчины вот так срамные места. И делали талаф. Даже есть одно стихотворение. Одна арабская женщина написала, что я вот такой смысл, что я вот сейчас делаю талаф голый, говорит. И для того, что без одежды, это не значит, что я кому-то позволяю смотреть на свои срамные места. И вот так вот закрывалось и дело талаф. Понимаете, религиозный аферизм это всегда было, есть и будет. И остерегается этого. Религия она бесплатная или за религию деньги нет. Каждый человек, который вам преподносит, делает себя посредником между собой и Всевышним Аллахом за деньги, это человек аферист. Это человек аферист. Тот, кто обучает вас религии за деньги, это человек аферист. И вот Шех Абдурахман говорит про этот аят. Из этого прекрасного аята следует, что все вещи и продукты питания считаются дозвольными, пока не доказано обратное. И если священные тексты не запрещают использовать вещь, то она является дозволенной. Она также является дозвольной, если она вообще не упомянута в шариатских текстах, говорящих Абдурахман Саль. Понимаете, если нет вообще упоминания в шариате, то она уже сама по себе является уже дозволенной. Рассказывает один брат, пришли к нему вот эти аферисты из этой организации Стандарт Халяли и говорят, а у этого брата Варакулуфик, он общепит, то есть столовая. И говорят, а ты где мясо свое покупаешь? Почему у тебя нету нашей печати? Говорит, я покупаю ее на рынке. Они говорят, нет твоего мяса, харам. Говорит, почему харам? Потому что, говорит, ну, оно у тебя не зарезано по шариату. Он говорит, брат говорит, валлахи билляхи таллахи. Тот брат, который режет для меня скотину, у него вот такая, говорит, борода. Вот такая борода. Эмольция, пастиция, а ты да, ахрисунджама. А говорит, нет, все равно запрещено. Почему? Знаешь, ты просто не знаешь. Этот брат не знает правила, как зарезать. Там есть вот такая определенная маленькая тонкость. Если не соблюдать эту тонкость, то когда скотину ты режешь, есть некие выделения адреналина в кровь этой скотины, что делает эту скотину запретной и так далее и тому подобное. То есть, он говорит, если я вам денег дам, и вы мне дадите печать. У этого брата станет халяль уже, все, вот этот адреналин перестанет выделяться. И мне, чем было сказать, они развернулись и ушли. Они развернулись и ушли. Шейх Абдурахман Саади говорит, Аллах подробно разъяснил все, что запрещено. И почему вот мусульмане в наше время ведутся на этих аферистов? Потому что они изучают Куран и Сунн. Шейх Абдурахман говорит, Аллах подробно разъяснил все, что запрещено. И поэтому все, что не было упомянуто, им не является запретным. Продолжение следует...